Из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру, предупреждал своих современников Салтыков-Щедрин. Давайте побываем в этих местах сегодня. Через какие ворота войти в город, решайте сами. Когда мы, кировчане, начинаем рассказывать о своем городе, мы спешим пояснить. Киров, бывшая Вятка. А еще раньше, по летописям, Хлынов. А еще раньше... Впрочем, это не для того, чтобы ошеломить стариной. Так легче соориентироваться в истории. Городу 600 лет. Он один из старейших в северо-восточной Руси. Не все талантливо содеянное предками сохранилось в облике города на Вятке реке. Но то, что есть, мы храним, как бесценный дар далеких вятич. А вот и первое ваше узнавание, Вятки. Да, это она. Всемирно известная, глиняная, расписная, дымковская. А значит, вятская. Право. Стоит приехать сюда хотя бы ради того, чтобы воочию увидеть, как рождаются чудеса на свете. Чудеса бывают разные. И все это для нас тоже чудо. Герцен писал о Вятке. Маленькие лачуги, где царит бедность, и большой каменный острог, который печально смотрится в реку, звенит цепями и дышит вздохами. Подлинно современный социалистический город. Через столетия с небольшим свидетельствуем мы, его сегодняшние жители. Но давайте еще раз побываем в таких уголках, которые не тронуты размахом переустройства. Ибо здесь вето. Этого требует наша память. Благодарная и вечная. Талантливый Витберг, великие герцены Салтыков-Щедрин, удивительные Виктор и Апольнари Васнецовы, блистательные романтики нашего века Константин Циолковский и Александр Гринь, неукротимый Степан Халтурин, легендарный Азин, Дзержинский, Бауман, Воровский, плеяда дорогих сердцу имен. Их помнят эти улицы, эти дома. Их помнит Вятка, которой каждый из них отдал частицу своей жизни. Их мечте верен город. Город, который носит сейчас имя выдающегося своего земляка Сергея Мироновича Кирова. Память города. Когда мы рассказываем своим детям о Великой Отечественной, мы говорим им, фашисты не дошли до Кирова, и ни одна бомба не упала на него. Но 300 тысяч уроженцев Вятской земли, защищая родину, не вернулись домой. Наши дети, наши внуки, они будут помнить об этом всегда. Город построил для них уникальный дворец пионеров с мемориальной зоны. Спросите любого кировчанина, что в облике родного города ему больше всего по душе. И он скажет, новостройки. Субтитры создавал DimaTorzok А не всюду. Никогда их не было столько, сколько в годы девятой пятилетки. Спросите любого кировчанина, чем он особенно гордится. И он скажет, земляками своими, их трудом. Вятка, город чиновников, купцов и ремесленников значилась в любом дореволюционном справочнике. Киров прежде всего город рабочего человека. Субтитры создавал DimaTorzok Вот сейчас вы видите продукцию всего лишь 12 из многих наших современных предприятий, известность которых перешагнула и малые, и большие границы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Радость созидания сегодня главная примета города-труженика, награжденного орденом Трудового Красного Знамени. Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что не город, то свой Норов. Провятку судачили. Ленивый город, скучный, на палатах лежит. Ну, а Норов Кирова. Большинство наших земляков утверждает бодрый и добрый. Впрочем, приезжайте и судите сами. Приезжайте к нам летом, а может быть, все-таки лучше зимой. Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! Начинаем традиционные соревнования по гонковертному спорту. Обработка шеприза вместе с сильнейшими скороходами нашей страны примут участие спортсмены в Венгрии, Германско-демокранический футбол, Польша. Зима у нас, прежде всего, спортивная. Многие конькобежцы, лыжники, биатлонисты, прыгуны с трамплина, чьи имена сейчас широко известны, начинали свою спортивную биографию в Кирове. Среди них и Мария Исакова, уникальное явление советского спорта, и Владимир Миланин, герой олимпийц, чемпион-чемпион. Зима, как известно, не очень щедра на праздники, но уж если разгорится таковой в Кирове, все спешат принять в нем участие. Субтитры создавал DimaTorzok Люблю тот край, где зимы долгие и где весна так хороша. Признался как-то добрый русский поэт, признаемся в этом и мы. А если кому-то показалось, что увидел он много знакомого и сердцу милого, словно уже и бывал у нас, это понятно. Город на вятке реке лишь частица прекрасной России, один из городов нашей советской Родины. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...